С наступлением солнечных дней темпы полевых работ ускоряются с 8 утра и до 8 часов вечера с часовым перерывом на обед. Самый молодой здесь 33-летний Алексей. Механизатор загружает измельченную траву. Каждый день получается около 40 большегрузов. Говорит, на новой технике работать приятно. В кабине созданы все условия. Все автоматически, климат-контроль, больше-меньше. Если холодно, убирают напитки. В этом хозяйстве половину финансовых затрат на покупку современной высокопроизводительной техники возместили из краевого бюджета. Денежная помощь в регионе направляется также на покупку семян и минеральных удобрений. Все эти меры поддержки позволяют получать хороший урожай. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то по многим показателям сегодня уборка идет с опережающими темпами. По некоторым видам в два раза. Если взять силос, например, то сегодня превышение идет по сравнению к прошлому году в семь раз. В этом году мы практически два дня заготавливали по тысяче тонн. Тысяче тонн в день. Это практически рекорд. Такой объем мы не готовили никогда. Работы по подготовке сенажа на одном из молочных хозяйств в поселке Раздольный тоже ведутся с опережением графика. Ежедневно в поле выходит шесть комбайнов и более десяти единиц другой техники. Чтобы прокормить все поголовье скота, на этом предприятии заготавливают две огромные ямы сенажа объемом почти 8 тысяч тонн. Их заполнили уже в конце июля. Все, что приводится сюда, это уже дополнительные запасы. Консервированный корм, приготовленный из зеленой травы, максимально утрамбовывают. Воздух выгоняется и трава не разогревается. Все это позволяет сохранить максимальное количество питательных веществ и увеличить срок годности до трех лет. Она при брожении сильно не греется. Можно потрогать, она не очень теплая. Она только теплая. Процесс идет, но он не разогревается. То есть кислорода в нем мало и идет правильный процесс брожения. Если план по сенажу уже перевыполнили, то сухого сена на зиму приготовили еще недостаточно. На Камчатке из-за высокой влажности она долго не сохнет. Очень серьезная роса по утрам. Вот почему мы сейчас еще 12 часов дня, а еще рано. Специалисты на пресс-подборщиках выезжают в поле только после обеда. И то при условии солнечной погоды. 350-килограммовые рулоны уже вечером увезут в хранилище. Работы по заготовке кормов в крае будут вестись до начала октября.